Здравствуйте виноградари! Вы снова на канале Виноградник за огном и с вами Юрий Егорудин. Сегодня хочу рассмотреть с вами один такой интересный момент. Наверно у себя на винограднике вы очень часто встречаете побеги с виду вроде бы мощные, но у них нет растущей верхушки. То есть по какой-то причине, то ли она не была сформирована в свое время, то ли часть почки погибла при зимовке, ну либо еще по каким-то другим причинам. Обычно такие побеги, которые не имеют растущей верхушки, мы их удаляем, потому что всегда оставляется запас почек. Очень часто на таких побегах бывают огромные грозди. Я пробовал их оставлять и они прекрасно вызревают. Но сегодня случай немножко необычный и сейчас покажу в чем необычность. Вот у меня есть рукав. Вот это у меня пошла дальше плодовая стрелка, а вот это у меня сучок замещения. То есть на сучке замещения я должен был сформировать в этом году два побега. один и второй. Нижний побег я бы обрезал на два глазка, сделал бы новый сучок замещения. Вот этот побег длинный был бы. Я бы обрезал его на 8, 10 либо 12 глазков в зависимости от сорта. И это у меня была бы плодовая стрелка для будущего года. А вот эту плодовую стрелку вот в этом месте я бы полностью удалил бы. То есть вот такой у меня был план при обрезке в прошлом году. Но природа внесла коррективы. Мои планы. И какие смотрите. Во-первых, нижний побег у меня без растущей верхушки. То есть первый узел, второй узел, третий и четвертый. Все, растущей верхушки нет. В данный момент 14 июня развиваются 4 пасынка. Один пасынок, второй пасынок, третий и четвертый. И это было бы полбенды. Но у меня и второй побег, который я собирался использовать на плодовую стрелку. То есть мне нужно было, чтобы он был длинным. На нем тоже нет растущей верхушки. То есть исходя из сложившейся ситуации, я вот этот побег нижний осенью обрежу на два глазка. Вот эту часть полностью удаляю. А вот здесь на плодовой стрелке, на старой плодовой стрелке, выберу любой побег хороший. Обрежу его длинно. На 8-12 глазков. И у меня будет новая плодовая стрелка. Что же мне делать вот с таким побегом, который не имеет растущей верхушки. Однажды я такой побег использовал в качестве стучка замещения. То есть он у меня вот таким коротеньким был. Но в том случае у меня даже пасынки из него почему-то не выросли. Я его обрезал вот так коротко на два глазка. И на следующий год рост побегов из этих почек был очень слабый. То есть побег без растущей верхушки из своих зимующих глазков на следующий год дал очень слабые побеги. И поэтому в этом году я хочу все-таки проверить, можно ли использовать вот такие побеги без растущей верхушки для сучков замещения. Либо для сучков формирования. Это если бы такой самый сучок был бы у основания куста. И мы из его побегов могли бы формировать уже недостающие рукава. И вот здесь я даже не знаю что же сделать. То ли мне прищипнуть эти пасынки так как я обычно и делаю. То ли все-таки удалить. И поэтому я думаю что я вот этот пасынок удаляю полностью. Вот этот пасынок удаляю полностью. Вот этот пасынок он вроде бы верхний. Я его прищипываю на один лист. А в качестве точки роста оставлю вот этот пасынок. Он не самый верхний, но вот чуть ниже. Итак надеюсь вам видно что же я сделал. Два нижних пасынка. Этот и этот я удалил полностью. Там остались довольно внушительные раны. Посмотрим как они будут зарастать. Самый верхний пасынок я прищипнул. Оставил вот один листик. Здесь кстати вот такой огромный лист. Наверное 25 на 25. Я предполагаю что если вот этот пасынок будет хорошо расти в этом году. Достигнет нормальных размеров. то и вот эта часть этого побега. Она нормальная будет. Здесь сформируются нормальные почки. И я осенью смогу использовать этот побег в качестве сучка замещения. Но у меня еще остался вот этот побег. Я бы его при нормальных условиях использовал в качестве плодовой стрелки на будущий год. И вот в этом году здесь тоже нет растущей верхушки. Но так как здесь нет растущей верхушки. То я сейчас тоже удалю нижние пасынки. И оставлю только один верхний. И если он будет расти. То я просто попробую. Удастся ли мне сформировать уже из пасынка плодовую стрелку. То есть если у меня все получится. Этот побег так и будет сучком замещения. А вот этот будет новой плодовой стрелкой. И часть этой стрелки будет представлять из себя обычный побег. А часть пасынок. И вот эту часть старую плодовую стрелку я все-таки срежу. Если с этим побегом ничего не получится. То мне придется удалить вот сучок замещения в этом месте. А вот на этой плодовой стрелке найти хороший побег. Использовать в качестве плодовой стрелки. Выломал я лишние пасынки. Не стал прищипывать. То есть обратите внимание что у меня осталось побег. Нормальный побег. И вот в этом месте начинается уже пасынок. Здесь тоже огромные листья на этом побеге. И поэтому посмотрим удастся ли мне сформировать вот из таких побегов без растущих верхушек новое плодовое звено. И возможно даже если получится то мы узнаем могут ли плодоносить такие плодовые звенья. Вот из таких побегов. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.